Мы знаем, что Borderlands 3, или как его там еще могли назвать, точно существует, поскольку Гирбокс об этом открыто заявили. О самой игре мы пока еще ничего не знаем, потому что нам ничего не показывали, однако мы точно знаем, чего бы нам не хотелось. Это 7 вещей, которые мы не хотели бы видеть в Borderlands 3. Номер 7. Думаю, это вполне очевидно. Крафт оружия. Вся суть Borderlands в том, чтобы много гриндить, доставая крутые пушки. Учитывая количество доступных пушек, зачем нам вообще может понадобиться крафт? Я понимаю, что бесконечное убийство одного босса снова и снова, ради того, чтобы рандом обломал вам дроп, это хреново, но если что и добавлять или исправлять, так это шанс дропа. В пресс-сиквеле у нас был измельчитель, который напоминает крафт в изначальной форме, но даже он был рандомный. У вас не было никаких гарантий, что вам выпадет определенная пушка, а только тип и качество, если вы все правильно сделали. А вот добавление крафта значительно изменит эндгейм в Borderlands. Лично мне не кажется, что это хорошая идея. Представьте возможность скрафтить самые редкие рейдовые шмотки, например в Destiny, даже не проходя рейды. Думаю, вы понимаете, что это не имеет никакого смысла. Номер 6. Мне не хотелось бы видеть посредственную настройку персонажа. Я обожаю настраивать своего персонажа в играх, и мне очень хотелось бы иметь такую возможность в Borderlands. Но я не имею в виду, что нужно сделать полноценный редактор персонажей, поскольку это бы не сработало. Все-таки в Borderlands есть свои персонажи и классы, за которых вы играете. Но я бы хотел больше вариантов, когда дело касается их кастомизации. Настройка персонажей в какой-то степени была в предыдущих частях, но она несущественная. Вы можете собирать разные головы, и многие из них действительно выглядят прикольно, с этим все в порядке. Но большинство скинов какие-то скучные. Это просто разноцветные версии того, что у вас уже есть, и это хреново. Различные головы и разноцветные скины – это нормально. Но как насчет полностью новых костюмов, одежды и аксессуаров, вроде клевых шапок? Я бы хотел, чтобы мой Искатель Хранилища выглядел как мой Искатель Хранилища. Номер 5. Думаю, с этим многие игроки должны согласиться. Шлак. Со шлаковым уроном надо что-то сделать, либо убрать его полностью, либо как-то изменить. Для тех, кто не в курсе, шлак – это стихийный урон, который присутствует на различном оружии в игре. Но он не наносит урон, так как это, например, делает огонь. Вместо этого он вешает дебаф. Вы стреляете из шлакового оружия в противника, чтобы повесить дебаф. После этого у вас есть несколько секунд, чтобы нанести больше урона. Однако само шлаковое оружие наносить урон больше не будет. Вместо этого вам придется переключиться на не шлаковое оружие, если вы хотите воспользоваться этим дебафом. Я понимаю, что это не совсем понятно, и, конечно же, это чертовски раздражает, но пренебрегать этим точно не стоит. В эндгейме вам придется пользоваться этой механикой, если вы хотите продвинуться еще дальше. Мне не кажется, что шлак был плохой идеей, а вот его исполнение, я считаю, получилось просто ужасным. Из-за определенного баланса в игре вам приходится его использовать. Это отчасти стоит на пути разнообразия билдов. Какой бы вы билд ни сделали, вам всегда нужно помнить о шлаке. Номер 4. Я знаю, что Пандора великолепна, и место действия трех игр с четырех было именно там, включая Tales from the Borderlands. Но как насчет остального мира? В пресс-сиквеле мы побывали на Луне, и это было круто. Но в третьем Borderlands было бы интересно слетать на совсем другую планету. Совершенно новую планету с абсолютно новыми противниками и новой фауной. Мне уже надоели молотильщики и скаги, мне хочется, чтобы меня бесили другие враги. Эти мне уже осточертели. Мне кажется, что пора бы уже сменить пейзаж. Как я уже говорил, Пандора великолепна со всеми ее странными существами. Но разве вам не надоедает в сотый раз бегать по Пандоре, убивая все тех же противников и получая квесты от тех же самых людей? Судя по концовке Borderlands 2, по всей галактике разбросаны хранилища на различных планетах. Так почему бы нам их не показать? Мне интересно, как Гербокс справится с иным окружением. Только представьте себе Borderlands на какой-нибудь красивой и цветущей планете, либо с каким-нибудь другим окружением. Я думаю, нам вполне хватило пустошей. Номер 3. Думаю, в этот раз мы сможем обойтись без Красавчика Джека. Я ничего против Джека не имею, это отличный персонаж с отличной историей. В Tales from the Borderlands он был очень хорош. Если вы их еще не проходили, то я рекомендую. Красавчик Джек не всегда был основной фигурой всех игр, однако он был таковым в трех играх из четырех, включая Tales from the Borderlands. Лично я считаю, что Красавчик Джек отлично сыграл свою роль, и больше он нам ничего не даст. Учитывая концовку Tales from the Borderlands, эпоха Красавчика Джека должна была подойти к концу, и вряд ли мы увидим что-то еще. Хотя, наверное, полностью забывать или игнорировать Красавчика Джека тоже не стоит. Я определенно считаю, что его должны запомнить и сделать отсылки. А вот строить целую игру вокруг него было бы не очень круто. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь еще, что можно и любить, и ненавидеть. Номер 2. Давайте обсудим микротранзакции. Вы все наверняка этого ждали, но должен сказать, что я не ненавижу микротранзакции. К ним просто есть правильный и неправильный подход. Мне кажется, что такие игры, как Overwatch и Destiny, справились с микротранзакциями отлично. Вам их совершенно не обязательно покупать в этих играх, и никакого преимущества над другими игроками вы не получите. В Overwatch это в основном косметические улучшения, фразы и все такое. Destiny же пошла чуть дальше и предлагает предметы. Однако все они очень низкого уровня, и использовать их нет смысла, если вы только хорошенько над ними не поработаете. А вот что бы могли предлагать ящики в Borderlands? Скины для персонажей и для оружия? Мне кажется, такие вещи не стоит продавать, потому что их лучше гриндить. Да и большинство скинов и пушек имели очень низкий шанс дропа в предыдущих играх. А вот если делать вместо низкого шанса дропа обычную покупку, мне это кажется очень неправильно. Лутбоксы это нормально, если они падают через раз, но делать их покупаемыми не стоит. И нам также не нужны ключи, чтобы их открывать. Лучше дайте нам больше гринда, мы же играем в Borderlands, и уже знаем, что будем тратить уйму времени на выбивание пушки, которую видели где-нибудь в интернете. Номер один. Я обожаю игры вроде The Division и Destiny, с их простым мультиплеерным подходом. Быть частью мира, где полно других игроков, с которыми вы играете и делаете совместные вещи, это круто. В тех играх это может быть хорошей идеей, а вот Borderlands я не могу представить в этом ключе. Мне кажется, что подобный подход может отобрать у Borderlands его индивидуальность. Что мне нравится в Borderlands, так это мир, сюжет и персонажи. А если его перевести в разряд ММО, то игра отчасти потеряет все перечисленное. Возьмем, например, Destiny. Я большой фанат Destiny и постоянно в него играю. Но, естественно, я соглашусь, что на первом месте там стоит геймплей и все остальное, а только потом идут персонажи и сюжет. Destiny 2 попыталась это слегка изменить, но игровой процесс все равно важнее. Геймплей в Borderlands офигительный, но мир там тоже отличный, да и с крутыми персонажами. И мне не хотелось бы, чтобы этим пренебрегали. Borderlands определенная из тех игр, в которые лучше играть компанией. Gearbox уже сказали, что я могу ходить в рейды и убивать боссов вместе с друзьями. Но мне кажется, что не стоит делать один единый мир в мультиплеере, как в тех же Destiny или в The Division. У Borderlands 3, несомненно, должна быть своя характерная черта. Это были семь вещей, которые мы не хотели бы видеть в Borderlands 3. А что скажете вы? Напишите в комментариях свое мнение. Может быть, Клэп Трэпа бы вырезали? Как бы вы отнеслись к такому же единому миру, как в той же Destiny? И стоит ли отходить от Пандоры и красавчика Джека? Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Если же вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok